Время новостей на телеканале Хабар 24. С вами Альфия Хайдарова. Здравствуйте. Глава государства провел встречу с победителями и призерами международных спортивных соревнований. Аккордо посетили заслуженный мастер спорта по фристайл-могулу Юлия Галышева, боксер-профессионал Садридин Ахмедов, фигуристка Элизабет Турсенбаева, мастер спорта международного класса по прыжкам на лыжах с трамплина Сергей Ткаченко. Во встречу приняли участие президент Национального олимпийского комитета Тимур Кулебаев, председатель комитета по делам спорта и физической культуры Серик Сапиев. О чем обеседовал президент с атлетами, какие давал советы и наставления, расскажет Иван Тулинов. Они уже знают, что такое в напряженной борьбе обходить конкурентов и восходить на пьедестал почета. Уже не раз благодаря им на мировых аренах развивался флаг и звучал гимн Казахстана. Сегодня перед ними момент не менее волнительной встречи с президентом страны. Этот год молодежи я объявил, а спорт это дело молодежное. Мы в государстве уделяем пристальное внимание спорту, глядя на вас, молодежь занимается спортом, здоровым становится. Ну и это престиж государства, когда вы заставляете играть наш гимн, поднимать флаг Казахстана, это имеет большое значение. Но по зимним видам у нас Казахстан, зимняя страна, особенно здесь, где мы сейчас живем, это очень важно. Поэтому я с большим удовольствием встречаюсь. Разговор завязался сразу же и по душам. Мурсултан Назарбаев выинтересовал путь чемпионов к победам, а также дальнейшие планы. Именно их успехом должна подражать молодежь, отметил президент. Самой юной из присутствующих Элизабет Турсенбаевой только вчера исполнилось 19, а за спиной уже десятки медалей. За пять лет я прошла 46 международных турниров, и из них завоевала 33 медали для Казахстана. Тренируюсь на данный момент в Москве у одной из лучших тренеров мира, Этери Георгиевны, Тюдберидзе. Я, конечно, очень рада и очень счастлива представлять Казахстан на международной арене, и горжусь, когда играет наш гимен, и поднимается наш флаг. Сейчас я готовлюсь к универсиаде зимней, и затем к чемпионату мира, и, конечно же, к зимней Олимпиаде в 2022 году. Спасибо, успеха тебе желаем. В любом вопросе можно добиться успеха регулярностью, постоянной. Это большой труд. Большие надежды, впрочем, не без основания, глава государства возлагает на лыжников. 20-летний Сергей Ткаченко завоевал бронзу на чемпионате мира среди юниоров. Его успех назвали историческим. А фристайлистка Юлия Галышева в этом году заработала свою шестую золотую медаль. Я начала с четверти лет заниматься, то есть с самого детства, именно этим видом спорта. Занималась больными танцами параллельно, на футбол ходила, выгнали оттуда. В футбол не пошел? Нет. Командные виды я люблю, ну, то есть, помимо своего вида спорта, то есть, я занимаюсь хоккеем, футбол, мы играем командой. Но мой вид спорта, он мне как-то по душе, это моя жизнь, наверное. Какие задачи еще стоят перед тобой? Ну, самое главное, это следующий чемпионат мира, подтвердить титул свой, и уже 2022, это уже золотая медаль. То есть, бронза была, осталось золото, серебро не надо. Успеха тебе, Юлия. Спасибо большое. Будем следить, переживать и болеть за тебя. Переживать и болеть глава государства пообещал за каждого. Нурсултан Назарбаев призвал казахстанскую молодежь заниматься спортом. Для этого в стране есть все условия, отметил президент. Я всегда призываю молодежь заниматься любым видом спорта. Во всех областях создана современная спортивная инфраструктура. Построены стадионы, возведены крытые комплексы. Ведь спорт – это залог здоровья и долголетия. Казахстан имеет блестящие перспективы не только в зимних видах спорта, но и в боксе. Отечественную школу бокса президент назвал сильнейшей и пожелал боксеру-профессионалу Садридзину Ахмедову дальнейших побед на ринге. Конечно, для меня это большая честь – быть приглашенным на встречу с президентом. Я думаю, будет еще немало поводов, новых побед, чтобы встретиться вновь. Перед атлетами амбициозные планы, ведь любые трудности оправданы, говорят они. Последний этап в моей жизни был, ну, в юниорской жизни, последний год. И я вот третий был на чемпионате мира среди юниоров в Финляндии. Вот когда на чемпионате мира поднимали наш флаг, прям, ну, радость была за нашу страну, за себя, за всех, ну, кто меня окружал, кто поддерживал. Вот я пригласил вас четверых, потому что я вижу, чувствую, что у вас все впереди. Возраст, успехи, которые сейчас достигнуты. Я хочу, чтобы наша молодежь равнялась на вас, росла здоровым, крепким, любил спорт. Даже если человек имеет другую профессию, сама по себе занятие спортом остается на всю жизнь. Все мы сегодня встречаем вас, поздравляем вас и приветствуем вас. И желаем вам успеха, счастья в жизни. Я лично буду следить за вашими успехами и переживать. Глава государства пожелал атлетам не останавливаться на достигнутом и покорять Олимпы вновь. От имени президента страны спортсменам вручили памятные подарки. Иван Тулинов, Гульнар Ахасан. При поддержке телерадиокомплекса президента Республики Казахстан, Астана, Хабар-24. Конституционный совет подготовил официальный ответ на обращение президента. Напомню, оно касалось, в частности, разъяснения третьего пункта 40-й статьи главного документа страны. Он касается досрочного прекращения полномочий главы государства. Члены совета провели несколько заседаний, чтобы дать исчерпывающий ответ. На его оглашение присутствовала наша съемочная группа. Есть ли еще какие-либо причины для досрочного прекращения полномочий президента Казахстана, кроме тех, что содержит Конституция? Глава государства обратился с этим вопросом к Конституционному совету 4 февраля. Сегодня дан ответ. Совет разъяснил, что пункт 3 статьи 42 Конституции не содержит полного перечня на основании досрочного прекращения полномочий президента Республики. Конституционный совет полагает, что из Конституции вытекает право главы государства на отставку. Данное право является элементом президентской формы правления и конституционного статуса главы государства. Такое право принадлежит президенту и как человеку, и как гражданину Казахстана. Оно следует также из Конституционного права каждого на свободу труда, свободный выбор профессий и других положений Конституции. Кроме того, в толковании говорится, словосочетание о досрочном освобождении президента от должности охватывает в том числе его отставку, как самостоятельное решение для сложения полномочий. В разных Конституциях разных стран мира используются разные формы обозначения подобных ситуаций. Досрочного прекращения полномочий главы государства. Где-то говорится об отставке, где-то, говорится, дается самая общая формулировка, как в нашей Конституции. Поэтому то, что Конституционный совет дал такое толкование, это важно.